Однажды по телевизору я увидела передачу «Мелочи жизни». И в рамках этой передачи был сюжет на тему «Человек-собственник своего здоровья». Мне очень близка эта тема, и я точно знаю, что человеческое тело очень ресурсно и способно к самовосстановлению. Поэтому я с радостью решила принять участие в этом конкурсе. Ирина Милькина, 41 год, рост 168 см, вес 56 кг. Бьюти-тренер – сертифицированный специалист по гимнастике для лица. Уже много лет занимается популярным фитнес-направлением – стрейч-динамикой. Больше 10 лет занимаюсь спортом. Я хожу в спортзал и тренирую свое тело. Несколько лет назад, года 4 назад, я поняла, что тренировать тело – это здорово. Но у нас есть еще и лицо. А лицо – это часть тела. И, как ни странно, точнее, даже это объяснимо, наше лицо обвисает быстрее, чем тело. Поэтому им заниматься нужно гораздо раньше начинать. Поэтому я узнала о специальных техниках гимнастики для лица. Стала интересоваться этой темой. Это позволило мне восстановить мое лицо и сделать его моложе и привлекательнее. Сначала было трудно, но Ирина понимала – быстрых результатов ждать не нужно. Глупо надеяться на чудо. Упорство и труд – ежедневные упражнения, правильный уход за лицом и телом. Верные друзья на пути к заветной цели. Мы к своему лицу прикасаемся два раза в день, как минимум. И как мы к нему прикасаемся? То ли мы прикасаемся, работая на молодость, красоту, на восстановление, то ли на грусть, старость и печаль. То есть все зависит от того, как мы работаем со своим лицом. Главное – правильно с ним работать и главное – что-то делать. И тогда будет отличный результат. Ухаживать за лицом нужно правильно. Желательно еще лежа в кровати по утру выполнить несложные упражнения. Но главное – нельзя забывать об очищении. Мы с вами привыкли, как правило, женщины очищать свое лицо обычно по вечерам. Но если делать все правильно, то процесс очищения нужно выполнять и вечером, и утром. То есть я очищаю свое лицо согласно всем этапам очищения. И делаю несколько упражнений, расслабляющих массажей, для того, чтобы проснуться, для того, чтобы разбудить кожу. И далее могу наложить маску на лицо. Маску на само лицо, маску под глаза. И дальше иду занимаюсь своими делами. Готовлю завтрак, готовлю вещи и так далее. Польза масок именно осенью бесценно, считает Ирина. Именно в это время года кожа подвержена сухости и раздражениям. Конечно, приобрести маску можно в любой аптеке или магазине косметики. Но если есть свободное время, Ира делает маску сама, используя при этом только натуральные продукты. Очень моя любимая маска, я ее использую, наверное, лес 25. Это маска из овсяных хлопьев. То есть беру ложку овсяных хлопьев, измельчаю мелко на блендере. Беру пол банана, измельчаю их вилкой, смешиваю все это. И можно добавить ложку сливок. Вот такую вот кашицу наложить на лицо, исключая зону вокруг глаз. И минут 15-20 с ней полежать. Ну и, конечно, помедитировать в это время о красоте. И затем эту маску смыть теплой водой, нанести свой уход. Дневной крем, крем для век. И очень хорошая масочка. Кожа выглядит свежей. Это очищающая маска заодно. Напитывается разными витаминами, кстати говоря, да, витаминная маска. И очень освежает. Перед тем, как нанести маску, обязательно нужно подготовить кожу. Вот лайфхак от Ирины. Пользуйтесь на здоровье. Перед тем, как нанести патч или маску, я делаю несколько упражнений. Ну, во-первых, хотя бы просто поморгать глазами. Дальше можно сделать простое упражнение. Положить пальчики на нижний век и, прикрывая нижний век, поработать с ним. Дальше проминающими движениями активируем капиллярчики на нижнем веке. И далее похлапывающими движениями еще немножко взбадриваем нашу кожу. Далее выглаживаем. Так сделали несколько раз. И наносим уже маску для век или патч. Таким образом, наша кожа лучше, больше подготовлена и лучше возьмет питательные вещества от маски. Найти время на гимнастику для лица можно. Было бы желание, уверена героиня нашего сюжета. Где угодно и когда угодно можно выполнять простые упражнения для укрепления контура лица. Есть еще классное упражнение, здоровское, от второго подбородка и на четкий подтянутый контур лица. Опять же, так как сейчас осень, мы начинаем интуитивно вдавливать голову в плечи. Кутаемся в шарфы холодно и так далее. И уже к весне некоторые женщины будут замечать, что появляется второй подбородок или что-то происходит с нашим овалом лица. Поэтому в течение дня можно периодически делать очень простое упражнение. Ну, даже вам два покажу упражнения для того, чтобы подтянуть эту зону. Ну, во-первых, мы ставим кулачок под подбородок таким образом, чтобы у нас пальцы ложились полностью вот сюда, под наш угол красоты. И давим кулачком под подбородок. И расслабились. Надавили и расслабились. При этом мы еще языком упираемся в небо, вверх, в тот момент, когда мы давим. Это упражнение можно повторять 10-15 раз в любом месте, где мы находимся. Дома смотрим телевизор, да, может быть, работаем за компьютером. И второе есть очень эффективное упражнение, которое работает и с шеей, и с контуром лица. Для этого упражнения необходимо, во-первых, выпрямиться, сесть ровно, да, макушечка тянется к солнцу, плечики вниз опущены. И поднимаем голову вверх, а челюсть чуть вперед. И делаем так называемую скрытую улыбку. Расслабились. Точно так же делаешь 10-15 раз, и уже почувствуешь, как у тебя напрягается тонкая здесь мышца, уже у тебя шея будет в тонусе, и подтягивается контур лица. Хочу пожелать всем нашим женщинам, девушкам и девочкам, как можно раньше начать заботиться о себе. Вкладывать в себя, в свое развитие, в свою внешность, в свой ресурс. Потому что, когда женщина счастлива, когда она довольна, когда она красива, когда она в хорошем настроении, то всем перепадет, то есть всем достанется, и родным, и близким. Поэтому любите себя, заботитесь о себе, и будьте здоровы.